Актуальные темы, независимый взгляд, только эксклюзив в программе «Побуянин». «Побуянин», «Побуянин» с Андреем Буярским. «Побуянин». Хочешь подарить радостные эмоции своим друзьям и близким? Подари семейную фотосессию от Dream Studio. Часовая съемка в интерьерном зале. Профессиональный фотограф, обработка снимков. Возможно, работа стилиста и визажиста в нашей гримёрке. Студия в трёх минутах от станции метро «Московская». Подробности на сайте. Что значит бойфред, но у меня нет. Еще как спою. Это все фонограмма, да. Я сейчас такая начну лажать везде. Забыл же слова. Я сказала, давай 500. Давай что-нибудь попробуем. Итак, я погнаю. Шонар. Ты ловерилак. Тын-тын. Он говорит, давай 500. Всем привет. Шоу по буяним. С вами Андрей Буяльский. Поколение Z. Я обещал, что будет продолжение Next про молодых блогеров, тиктокеров, ютюберов. И сегодня у меня в гостях певица, блогер, самый популярный тиктокер в Республике Беларусь. Я думаю, далеко за её пределами. Вероника Золотова. Привет. Привет. Еще вот так, оп. У нас тиктокеров в стране. В стране у нас тиктокеров очень много. Каждый первый. Да, самый-самый. Нет, сейчас понятно, их расплодилось столько, что каждый, кто имеет мобильный телефон, он тиктокер. Он уже тиктокер, да, он уже блогер, недоблогер уже, ну там по-разному. У тебя, ты входишь в тройку лучших, насколько я знаю, да? В стране или вообще в принципе? В стране. В стране, я понял. В России ты в десятку попадаешь? Ой, я, честно, я не знаю. Не пробовала, да, анализировать? Я даже не знаю. Ну, я так понимаю, что в России, в Украине есть свои тиктокеры, они тянут как бы свою аудиторию. В основном Россия лидирует по Рунету в целом, поэтому самые, наверное, популярные они все-таки из Москвы. Даже не просто из России, а именно из Москвы. Там у них скопление такое, самое популярное. Самое интересное, что ты не просто тиктокер, ты певица, да? Но тем не менее, листая тикток, да, я попал на твой аккаунт и увидел, как ты поешь. Поешь ты очень круто. Спасибо. Меня это зацепило. Я перешел в инстаграм, где мы с тобой, в принципе, и познакомились. Расскажи мне вообще, как бы, ну, тикток изначально, в принципе, была, наверное, в моем понимании, по праве, если я ошибаюсь, музыкальной площадкой, да? Которой, где люди, в принципе, либо, ну, как это сказать правильно, сформулировать творческие люди, которые либо танцуют, либо поют, либо что-то вот делают в сегменте творчества. Изначально тикток это был, да, это была платформа для только творческих людей, куда хотели показать свои таланты люди, но сейчас тикток стал платформой для абсолютно всех людей. Кто шутит, кто не шутит, то просто какой-то бред, может сказать, это зайдет. Поэтому сейчас тикток, ну, нельзя сказать, вот повесить ярлык, что это для, там, творчества, для танцев, для пения, нет, это для всего. Не, ну, там, я, то, что я вижу в эту ваханалию, которая там происходит периодически, да, все звезды подтянули сейчас в тикток, правильно? То есть, если брать того, кого я увидел, это Бузову, я увидел Реву, я увидел актера Безрукова, и там, по-моему, еще очень можно до бесконечности сейчас назвать эти имена. Скажи, как у тебя стрельнул тикток, когда ты вообще первый раз залился на телефон в эту прогу, и как у тебя вообще? Все было очень прикольно, все было очень интересно, спонтанно и неожиданно. Я сначала зарегистрировалась в тикток с пониманием того, что я сейчас просто буду открывать под песни рот и стану супер популярной, как они все уже на тот момент были. Но за два дня я не набрала свой миллион, и я подумала, ну ладно, все, можно заканчивать. Какой это год был? Сколько это было? Это год назад, год назад это было, и так вот прошло два дня, я поняла, что не все так просто, и начала просто выкладывать то, что в инстаграм выкладываю, это моя первая самая платформа, в тикток. До момента, пока один видос не выстрелил, просто я даже не знала, что он выстрелил. Я когда-то захожу в тикток, и там уже начинают просмотры, комментарии, подписчики. Нужно, наверное, продолжать, и, собственно, вот так я стала тиктокером. Слушай, ну инстаграм у тебя ты вела гораздо, ну, раньше, да? Два года уже точно вела. Два года инстаграма, но давай мы скажем о том, что мало того, что у тебя на тиктоке сейчас миллион, по-моему, сто, да, миллион двести подписчиков, в инстаграме, 420 тысяч у тебя в инстаграме. Да. Я так понимаю, что синюю галочку, которую все мечтают тебе, сложновато получить, потому что, а тебе повторюсь, нет никакой инфы в гугле, нигде, абсолютно, да? То есть нет статей каких-либо. Если честно, в данный момент это меня абсолютно никак не волнует, и я даже не знаю, как ее, вообще, какие условия нужны. Я хотел бы еще показать зрителям, да, твой тикток. Да. Тикток и те видосики, которые меня действительно, они мне... Почему мне никто не верит, что это мой голос? Смотрите. Вы думаете, это так? Нет. Смотрите. Между нами право, да, 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 города, да, 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 я сказала, иди сюда, и ты сказала, да, 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 буква Н. На все готовы, ты пчела, я пчела, бог. И так, это у тебя каждую букву-то там делала какую-то, да? На три буквы я просто пыталась понять, как можно музыкальный контент преподнести в такой более прикольной, креативной форме, чтобы людям не просто было таких... Слушай, если честно, ты мне сказал, что поют единицы. Неправда, поют тоже, как и снимают, поют, как и снимают, тоже очень много, в тиктоке почему-то, почему-то это не заходит, вот просто петь это не заходит. Ну, как ты думаешь, почему у тебя зашло, почему, ну, в чем секрет? Я не знаю, если честно, я просто пою, во-первых, это с определенной энергетикой, я считаю, что в какую энергетику ты вкладываешь, зритель это по-любому чувствует. Тоже можно, может, и такой, как бы, какой, можно снимать ролик, и качество будет тоже, а бы что, но люди чувствуют эту энергию, им прям нравится, они лайкают, и комментарии. Ну, мы отдельно, да, поговорим, как в 15 секунд вложить весь смысл, и чтобы это зацепило, но с твоей точки зрения, ну... Да, тут смыслов нет же, тут просто вот посыл и песня, и вот твоя вот это вот. Ну, для меня пока ТикТок – это какая-то планета, и даже галактика где-то далеко-далеко за Солнцем, которое для меня пока что непонятно, да? Ты хорошенькая, ты молодая, ты такая веселая, позитивная, творческая, да? Спасибо. Что вот это такое, ты мне объясни? Я думал, это хайп. Бейфренда у меня сейчас нет, но очень бы хотелось, чтобы он у меня был, поэтому, мальчики, пишите, не стесняйтесь. Нет, если честно, на самом деле, я очень хочу бейфренда, у меня давно не было отношений. Я вот эту штуку, я принял, в принципе, за хайп, который ты хотела привлечь внимание своей целевки дополнительно, но это же правда. Ну, расскажи, что это такое? Ну, мое сердце сейчас свободно, и я не говорю, что я как-то там обделена мужским вниманием, нет, это не так. Но главное, что это подача, правильно? Да. А как-то вот пока что я не нашла своего стена. Вероника, ну для меня, вот я себе говорю, это большой парадокс, потому что я не могу понять, да, но... Если бы совсем серенькая мышка, совсем вот, совсем-совсем вот просто, и то серенькие мышки иногда находят красивых парней. Конечно, все зависит от энергетики. Да, как ни странно, ты миллионица, ты миллионица на ТикТоке, у тебя полмиллиона практически в Инстаграме. В Минске что-то, все уже, с парнями стало настолько все плохо с мужчинами, что печалька, да, уже вот просто надо рекламу запускать в ТикТоке у тебя, ищу. Ребята, ну, объясни мне, вот, может, я что-то не понимаю. Ну, если честно... Так, все плохо, тебе объясни, это все плохо. Не все плохо, все хорошо. Просто есть мальчики, которые любят что-то там более мимолетное, есть мальчики, которые, я не понимаю, они хотят чего? Они хотят раскрыть и узнать мой внутренний мир, или они хотят что-то вот мимолетного, я не знаю, там... Сейчас, так как каждый первый блогер, все хотят, отметь меня там, отметь меня там, а давай туда-сюда, и это сразу видно, это сразу отталкивает. Когда это сразу вот прямо вот тебе дают, опа, отметь меня там, это же... Товарно, коммерческие такие, знаешь, отношения. Как-то вот сразу вот прям даже и не хочет, даже как бы он мне не нравился, как бы сразу вот нет. А есть у меня даже много друзей, у меня в основном друзья это мальчики, и иногда даже я не могу ответить, хотят они что-то со мной больше, или просто они хотят со мной дружить. Потому что у меня был такой момент, когда мы с мальчиком дружили два года, и он мне вот зимой, получается, прошел, начал признаваться в любви. Я так разочаровалась в этой дружбе, если честно. Вот, поэтому очень сложно как-то мне сейчас понять, кто, чего от меня хочет. Ну не все же меркантильные. Я знаю, что очень многих девочек подавляет такая история, когда появляется парень, которому пофиг, в принципе, твой тик-ток и так далее, да, но он начинает тебя присылать, а зачем тебе вот как бы твое творчество, вот тебе денег там, вот иди там, шоппинг, иди там с подружками, только не лезь, вот зачем. Хотя у тебя очень приличный тик-ток и инстаграм. Ну у меня было такое. Было, да, нам в отношении. Расскажи в двух словах. Ну, я вам скажу так, что за эти отношения, во-первых, они долго не продлились, максимум там, по-моему, 4 месяца что-то такое было. И за это время я успела уже потерять себя, я поняла потом, когда я, у меня же свои цели, у него свои цели, зачем лезть друг к другу, если я личность, он личность, все. Ну круто, когда вы вместе друг друга дополняете, но никогда запрещаете кому-то, что-то вообще, нет, это бред, поэтому я не готова мириться с тем, что мне кто-то будет ущемлять, даже если вот все, любовь всей жизни, нет, нет, все-таки, это же моя жизнь. Просто если мужчина любит, он, наоборот, тебя будет поддерживать в этом, ну, как даже если он не творчески, абсолютно, он будет, наоборот, тебя стимулировать, и говорит, да, конечно, Вероничка, иди вперед, давай, очень круто, молодец. Когда мужчина начинает ущемлять и давить на твое эго, на твою самооценку, бегите, девочки, я таких мужчин, бегите, куда глаза глядя, бегите. Вероника, смотри, вот я еще постик нашел, я вот так вот, заключение там, почему нету мальчика и так далее. Хорошенькая, вообще здесь лук, у тебя просто огонечек, огонек, и что пишет Вероника? Мальчики, скоро 14 февраля, я не хочу праздновать одна слезы, да, там, смайлик со слезами, с этого дня официально объявляю кастинг. Хотя нет, пишите, ха-ха-ха, девчонки, помогите выбрать мальчики, я не знаю, мужчины, парни. Слушай, хорошо, окей, я думаю, что твой принц он где-то рядом и уже скоро, скоро мы встретимся, скоро вы встретитесь, да. Я тоже думаю. Ты говорила, что собираешься в конце лета или по осени съездить в Москву, что там будет происходить? Дело в том, что сейчас очень много открыли хаосов в ТикТоке, и в основном концентрация этих хаосов, они все в Москве, ну, либо там в Питере, у нас ни одного нет. По крайней мере, может, я не знаю. А почему хаосов? Называется, что это дом, это переводит. Ну, я, я, спасибо, да. Ну, хаос дома, я понимаю, да. Короче, это значит дом, в который заезжают какие-то там топовые блогеры и начинают коллабиться друг с другом. За счет этого растет у всех быстрее аудитория, всем интереснее наблюдать, кто там с кем живет, кто там кого-то шиперит. Со стороны посмотреть, как вообще это все живет, как они живут, а там снимают влоги, они там шутят друг с другом. Кто, например, спит, они подходят, клеят влоги. Это как в дом 2, что ли? Ну. Только без камер? Можно сказать так, но в доме 2, они там сами в весь сценарий. А весь сценарий в ТикТоке создают подписчики. Они там видят, кто-то с кем-то со снял видео, все, у них любовь. И, соответственно, блогеры начинают подыгрывать. Да, у нас любовь. А вы уже гадаете, у нас любовь или не любовь, вот так. Ну, а я теперь понимаю, вообще уторвешься так в Москву, что как раз там… Чтобы там любовь была, найди свою любовь, ромашки сразу в дом 2. Дом 2, любимый, найди свою любовь. Слушай, ну, на самом деле, это что это, арендуется какое-то помещение, да, дом? Дом, да. То есть, это все блогеры скидываются, что ли, или как это происходит, или это чей-то дом? Когда как, ну, в основном, это есть пару людей, организаторов, которые снимают этот дом, а уже монетизация от самого дома, от блогеров идет в каком-то проценте им. В основном это 70 на 30, я считаю, что это адекватно, в принципе, 30 процентов им на 70. Я понял, но я так понимаю, не все же там поют, правильно? Конечно нет, там все зависит от того, любят тебя подписчики или нет, приняли они тебя или нет. Ты можешь мне пить, ты можешь не уметь ничего, просто если бы тебя полюбили, ну все, вот ты вот, как классный. Тебя пригласили туда, или ты сама? Пригласили. Пригласили, да, а кто пригласил, именно какие? А я пока что могу сказать. Не можешь мне сказать. Слушай, у тебя песня вышла, ну, она не сейчас вышла, она уже, как бы, сколько ей, как она называется, о нем, да? О нем. Сейчас ты мне просто немножко объяснишь, что это такое и почему. Ну, это трек твой, это авторская песня, да? Послушайте, вы ее можете найти на ютюбе. Блин, что-то он не переворачивается, а он и не должен, видимо, переворачиваться. Да. Вот в этом маленьком окошечке сейчас будет вам петь Вороника. Ты не представляешь, как высоко, чувствую себя рядом никого. Забирая все, он зовет манян. Мама, я прошу, не ругай меня. Карандаш давно не заточен. Убегаю я посреди ночи. И бегу, не зная куда. Мама, я прошу, не ругай меня. А наверх что-нибудь сможешь акапеллину чуть-чуть? Прямо сейчас? Но не сажало слово и опять ушло. Ё-моё-моё, ё-моё-моё. Пообещала быть послушной дочкой я. Ё-моё-моё. А так вот без музыки что-нибудь сможешь акапеллину спеть? Конечно. Давай чуть-чуть, любую. Малиновый закат Стекает по стене Сбилась в ритме, нормально В тех луманных лучах Я насквозь и внутрь тебя рассмотрел Только ты ничего не знала обо мне Ага, окей, браво. Смотри, вот твой ютуб, я его нашел, твой ютуб-канал, да? Вероника Золотова, 18,7 подписок. Ну, в принципе, это хорошо, уже хорошо, да? Я смотрю твои какие-то песни, которые ты заливала, видосики и так далее. То есть, слушай, ну, то есть ты реально не хочешь заниматься ютубом, да? То есть тебе ютуб вот он как-то вообще... Ютуб это крутая платформа, на самом деле, которая очень много всяких выгодных штук тебе может нести в целом. Но так как я уже инстаграмер и тиктокер, и мне нужно и туда, и туда, и придумать контент, и снимать сториз, и не забывай там писать посты, петь песни. Но еще на ютуб снимать... Не то, что нет времени, просто не хочется, так скажем, распыляться на это все. Потому что если там я буду на ютубе, ютуб отнимает офигеть, как много времени. На самом деле, это нужно жить. Нужно жить с камерой, нужно просыпаться, быть с камерой. Нет. А что тебе мешает? У тебя телефон всегда под рукой. Или заливать хотя бы то же самое, что ты делаешь для тиктока, заливать более в длинном хронометраже, там, я не знаю, на минуту, чуть больше. Ну смотри, в чем прикол. В ютубе намного сейчас сложнее развиваться. Тем более, так как я... У меня немного цели не... Как сказать, не блогерские, а как более... Как артист. Я сейчас хочу... Ну, певица, да? Да, как певицы. Мне нужно продвигать треки. Треки я могу, и мне легче продвигать через тикток. Намного легче. И намного проще, намного это эффективнее. И там инстаграм. Ютуб. Как я смогу вот это сделать? Ну хорошо. Послушай, давай так вот разберемся. Чтобы не вводить в заблуждение зрителей и так далее. У тебя есть друг, который снимает. Он сегодня в студии. Ты можешь его просить о том, чтобы, если ты ленишься... Да я не в этом дело. Отдаешь пороль просто... Да, от своего... Вот вы гуляете, вы где-то ходите, ты поешь. Мы снимаем тиктоки. Хорошо, но ты можешь просто хронометраж поставить не 15 секунд, а минуту. И спеть это ровно на минуту. У тебя уйдет времени ровно минута. И это же он заливает тебе на ютуб. Ну просто, ну это элементарно. Ну смотри, какой тут прикол. Я снимаю даже 15-секундные видео по часу. Может быть такое. Особенно, где я пою. Черного материала сколько там остается? Сейчас съемок. Ну вот ты снимаешь на телефон час. Сколько у тебя черного материала там? Он снимает только все по факту, по делу. Я понял. Ладно, ну просто откидывать такую площадку... Я ее не откидываю, может когда-нибудь я к ней приду. Сказать, что я прям против ютуба нет, конечно. Я за ютуб, но не сейчас. Выкладывала, точнее, это не я выкладывала, это моя мама. У меня ютубом немного так занимается. И она выкладывала все, что я снимала в TikTok, YouTube. Это набрало 20 тысяч там максимум, по-моему. Или 18, ну короче, неважно. В TikTok я сделала таких 5 видосов, которые зашли все на нолям. И все услышали мою песню. Только там 5 миллионов, а здесь 20 тысяч. Ну тогда в чем прикол? Мне прикол в другом, что если все-таки снять на это видосик, это даю тебе зашло бы. Ну не знаю, у меня были. То есть переходы не делалось в TikTok ни разу. То есть рекомендации не делала на YouTube канал свой. Правильно я тебя услышал? TikTok это не такая платформа, где можно сделать рекомендации. Там есть открытые ссылки, прямые в Instagram и в YouTube. Если человека заинтересовала твоя персона, твоя личность, то есть он просто берет, переходит в Instagram или в YouTube и смотрит. А просто если дать рекомендацию, то процент, что назойдет, ну сводится к нулюх на самом деле. То есть понимаешь, есть три кита. Есть Instagram, YouTube, TikTok. Ты берешь двух китов, как бы вот два кита у тебя работают. Третье ты думаешь, ну когда-нибудь, когда-нибудь. Потому что ты прекрасно же понимаешь, как музыкант, как певица, как артистка, да. Ты понимаешь, что в любом случае люди желают хлеба и зрелищ, да. То есть 15-секундное шоу – это не шоу. Это просто заманушка, которая вот как рекламный тизер, да, какой-то, я не знаю, превьюшка, которая может заманить человека, чтобы посмотреть полностью клип там или еще что-либо. Поэтому, ну, на мой взгляд, если бы ты на сегодняшний день начнешь задействовать еще YouTube, у тебя взорвется это гораздо быстрее. И в хорошем смысле этого слова. И, конечно, если когда-нибудь ты снимешь в ближайшее время еще вот на этот трек, потому что понимаешь, он потерялся, его услышали, его забыли. Тебе надо писать еще что-то новое. Конечно, только со всеми хитами. Самое простое – это лирик видео. Конечно, можно подложить какой-то там, я не знаю, картинки и так далее, но можно же это же снять. Я знаю на сегодняшний день, да, я думаю, ты знаешь таких людей, которые там на iPhone Pro, там, я не знаю, снимают клипы себе, да, и это получается в принципе неплохо. Слушай, Вероника, давай как бы поговорим о каких-нибудь прикольных вещах, которые действительно у тебя происходили в твоей жизни. Ты же звезда, ну реально, ты звезда, ты медийный человек. Ну медийный человек. Хожь-не хожь, да, уже стала как бы звездочкой. Смотри, у тебя, я знаю, были фан-встречи, да, была фан-встреча, и очень большая, угрозная, и такая какая-то очень налютая была. Да. Расскажи чуть-чуть про нее. Это был февраль месяц, и я как сейчас помню, погода, конечно, была дичайшая, вообще до сих пор не понимаю, как люди вообще пришли туда, потому что, ну, дождь, снег. А где это было? Слякоть, это было в парке Горького у нас прямо. Мы решили с ребятами пройти не через главный вход, а через задний вход в парк, чтобы сразу так уже не было жестко. Как мы только начали подходить, все. Там людей столько было, они как начали на нас все лететь. Боже мой, мы думали, что там всех поубивают реально. Потом ели кое-как, нас какой-то папа, нашей подписчицы, начал этих всех людей, в итоге пытался расталкивать там, типа, ребята, идите быстрее. Я пытаюсь пройти, меня все толкают, все уже не замечают, кто тут кто. Я думала, все, до свидания. Это мой последний день здесь. Да. И в итоге каким-то образом, чудом, я прошла на эту сцену, как люди начали озверели. Там же просто все хотят же сфотографироваться. Понятное дело, начали друг на друга лезть, топтаться, пихаться, все. Я как бы не все, надо было заканчивать. Поэтому быстро закончили, через полтора часа примерно, но это была жесть. В следующий раз я получила опыт свой, я поняла, что да, это была плохая идея, наверное, скорее всего, собирать в такую погоду, в такое время, в такое место, но в следующий раз будет. Слушай, смотри, Вероника, а что я не подумала, можно же было сделать более телевизованно, как сделала четвертую, да, Влад Бумага, да. Влад Бумага уже 500 сходку делала, это первая была. Да, я понимаю, да, торговый центр, просто внизу люди, точнее люди на этих самых, на уровнях собрались, там первый, третий, второй уровень, четыре с половиной тысячи человек, и все, блин, он просто вышел, ну и, естественно, надо было что-то придумать, какой-то не то, что с охраной, а друзей каких-то, просто мальчиков, которые бы тебя ограждали от… Ну там мальчики бы не прокатили, я себе серьезно, там, то есть, такой мужчина был, который еле справлялся с народом. А целевка какая, сколько лет было, вот, фан-стреча пришла? В основном, девочки, мальчики 12-13 лет. Такие вот, маленькие, маленькие тоже были, взрослые были. Первый фан-стреча у меня была вместе с моим другом Владом, и мы сделали просто такую, ну, мини-встречу, там пришло человек на 20, может, сил, вот это было давно. Это, ну, можно сказать, первая серьезная фан-встреча. Супер, слушай, а скажи вообще, на улице, ну, часто узнают, вот, когда ты просто гуляешь здесь в городе? Да, меня очень часто узнают в центре, особенно, города, в метро, очень часто узнают, часто узнают возле моего дома, вот, поэтому сейчас не прокатывает просто, знаешь, выйти там с очками и все, мне не понизать. Нет, сейчас все узнают, подойдут, сладкаются, это да. То есть реально вот сейчас так можно стать звездой, да, то есть не надо никаких там… Ну, как звездой? Тиктокерам популярным, да. Слушай, а вот эти назойливые фанаты, фанатки там и так далее, ну, вообще, какие-нибудь приколы были? На самом деле я, как бы, не была толерантна и вообще просто не любила своих подписчиков, но бывают случаи, когда переходят они все границы. У меня было такое, наверное, пару раз, когда подписчики просто ломились у меня в дверь, когда они меня ждали постоянно, я не могла выйти никуда, потому что… Так как дождите, Вероника? Ну и что? Там толпа этих детей, они что, они ждут меня? И что мне к ним выходить, что делать? Ну, короче, они ломятся дверь, и я говорю, мам, пожалуйста, выйди, скажи, у меня нет дома. Ну, они все равно, они продолжат. Они открыли дверь, которую я не могла открыть ключом. У них не было ключа. Они ее открыли каким-то образом. Я была просто в шоке. Но это касаемо детей. Но были у меня еще случаи, когда парни под подъездом меня ждали и дарили мне цветы. Ну, это супер. Это супер, это супер, но все равно как-то, как-то они в этом как-то могли, и я даже не знал, как потом… Назойливаясь, да? Да, было назойливаясь. Я даже не понимала, как они нашли мой адрес. Откуда они взяли мой адрес? Кстати, как? Телефон, адрес, что? Кто-то сливал или ты где-то постила об этом? Вряд ли. Нет, нет, нет. Геолокацию твою вычисляли. Да, да, я такая, ну, ребят, подъезжаем. Ко мне домой все? Не, не, конечно, такого нет. Они просто… А, еще был такой прикол. Меня ждали компания подростков. Писали, значит, мой ник под подъездом. Говорили там, подпишитесь на меня, подпишись там на нее. И потом, как-то мне девочка такая, говорит, если ты на меня не подпишешься, я тебя взломаю. Я такая, ура! Просто что делать? Я и поверила, и я подписалась. Я сейчас подписалась, но, наверное, забыла. Ну, просто мне так страшно было от этого. Слушай, ну, это реально за два года, да? Это вот такой хайп у тебя идет, прямо ажиотаж, это за два года или за год где-то? Ну, вот что прямо… Как вот я начала тикток снимать, вот активно, где-то, да, за год. Хорошо, самое непристойное какие-нибудь, я имею в виду в Директ там или в личку, когда присылали, что было такое самое вот вообще… Трешовое. Трешовое. Можешь говорить? Какие-нибудь деньги предлагали или еще что-нибудь там за встречу? Да. Что-нибудь было такое? Смотри, были, конечно, такие моментики у меня в жизни, когда, ну, какие-то… Это вообще арабы делают, вот, как я заметила, да? Мне мальчик, мужчина предлагал встретиться за 200 баксов, но я сказала не. А что он предлагал? Просто… Просто я сказала, да, что ты хочешь? Я говорю, ну, встретиться. Я говорю, без продолжения, значит. Он говорит, да, но я говорю, нет, 200 долларов слишком мало. Я сказала, давай 500. И он говорит, давай 500. И что, встретилась? Нет. Я знаю, что ты мне рассказывала чуть-чуть, что в 16 лет ты рванула в Москву. Да. Да, расскажи, что там было кому-то, там, первая любовь или там, вторая любовь, либо очень сильная любовь. Очень сильная любовь, это было. Да, это была очень сильная любовь. Я поехала в Москву тогда без родителей, с моим другом, и там я уже встретила, ну, первую, ну, может сказать, первую любовь. А сколько ему было? 19. А мне было 16. Ну, да. Я была дома в Минске, капец. Да, все. Я прилетела в этот же вечер в Минск. В этот же вечер. Папа мне такой сказал, сейчас быстро идешь в ту школу, в которой ты была, да? Забираешь документы и идешь обратно в первую школу, где ты училась. Потому что там был больше контроль. Как бы я не плакала, как бы я не просила, что, блин, я больше так не буду, все, пожалуйста, только не надо уходить в ту школу обратно, все равно нет. Вот. Два дня я уже в той школе, которой я училась раньше, сижу на уроках. То есть вот тут я 10 класс полностью провала вот этой у любви, и тут я в четвертой четверти такая возвращаюсь. Вернулась на землю. Слушай, ну ты в Москву уезжала не завоевывать, в Москву ты поехала по любви, да? То есть просто ради любви, скажем так. Нет, я поехала завоевывать. Завоевывать в Москву все-таки, да? Ну, это утрировано, конечно. Нет, просто мы с другом решили съездить, навестить друзей. Там у нас друзья, там блогеры тоже, наши коллеги, да. И мы решили просто с ними потусоваться пару дней. Ну, так получилось, что я там познакомилась. Окей, слушай, смотри, у каждого человека есть враги, да, недоброжелатели и так далее. Я знаю, вот у меня как бы есть знакомые блогеры, они говорили, пока мы вообще были никто, ну, на уровне своих сверстников, да. Ну, нас никто не воспринимал. И либо, наоборот, как-то, как только начали вести свой блог, там, я не знаю, ютуб-канал или так далее, начали, а подпишись, прорекламируй, а сделай ссылку там и так далее. Как у тебя происходило? У тебя много врагов, завистников, вот вообще? Начала я пытаться вести свой блог где-то в конце девятого класса. И в тот момент для нас тема вообще моего блога была закрыта. Никто это не обсуждал. И в целом я благодарна своему одноклассникам. То есть они у меня вообще шикарные люди. Но опять же были, конечно, такие подколки со стороны даже больше учителей. Одной учителец. То есть это было очень неприятно, когда, например, она меня спрашивала на весь класс, а тебе хоть там хватает на хлеб, там, двух денег? Ну, как бы это было на самом деле неприятно. И когда весь класс тогда засмеялся, я думала, я сейчас просто сгорю, со стыда, правда. Вот. А так, просто это чувствуешь. Это чувствуешь, когда человек за глаза одно, да, а вообще у него, ну, мне совсем все по-другому. Вот. Конечно, есть такие люди, которые, ну, прям видно, что они... Завидуют, да? Наверное, да. Среди известных блогеров, ну, на том же ТикТоке, на Ютьюбе, да, у тебя есть предпочтение, кого-то смотришь, а кого-то, да, фу, зашквар. Предпочтение, кто тебе вообще, ну, заходит? Ну, с ТикТока начнем с этого. ТикТока, мне очень заходят ребята из хайп-хауса, очень мне нравятся девочки там, Юля, Валя, Дина Саева, она не из хайп-хауса, мне вот они очень нравятся. Я их готова. И просто иногда смотрю, вот в ленте мне попадается, я просто залипаю, я пересматриваю видео их каждый раз. А карнавал тебе нравится, девчонка? Так это Валя, да. Очень нравится, да. Кто на Ютьюбе тебе больше всего заходит? Ну, я пару имен тебе могу назвать, ну, самых, наверное, раскрученных, там, я не знаю, Настя Ивлеева, да, там, там, тот же Дудь, смотришь-то их? Смотрю Дудя, на самом деле, но не до конца. Да, не до конца. Не когда ты вышел, говорю, что такое промокод, окей. Я на самом деле смотрю его, но не до конца, никогда не до конца не досмотрел. Я не смотрю длинные видео, мне это не нравится. Смотрю по Ютьюбе больше что-то такое развивающее, то есть я могу, что за психология связана посмотреть. Однако. Да, например, Вероника Степанова очень классная. Вероника Степанова, ты смотришь ее? Это не знаю, это не знаю, это не знаю, конечно, знаю. Да, ну, она мне нравится. Ну, ладно, она классная. Она же еще взрослая тетя, думаю, что что-то тебе так. Да, она крутая. Угу, кто еще? Мне очень нравится девочка Настя Свон, которая переехала в Нью-Йорк в 16 лет, и она вот рассказывает, показывает, как она это все делает. Вот такие вот моменты, которые я понимаю, что они мне по-любому будут полезны, и это не просто, не будет мой мозг так захламлять. Оторвемся от Ютьюба. Скажи, насколько говорят, что тиктокеры – это нищие люди, это нищеброды, потому что они никогда ничего не зарабатывают. И вдруг, вот скоро, вот уже прямо сейчас, там какие-то страны вроде подключены к монетизации и так далее, и вот эта волна, я знаю, что она до сих пор ходит, что, слухи точнее, инсинуации, что тиктокеры скоро начнут зарабатывать. Вот скажи, насколько, либо разбей, вот это, скажи, что это ложь, либо расскажи вообще, ну, ты вот как тиктокер, вот ты год, да? Да. Что ты зарабатываешь? Ты что-нибудь хоть раз заработала? С рекламных интеграций каких-то и так далее. То, что тиктокеры – это нищие люди, я впервые слышу, на самом деле. Это не мои слова, это не мои слова. Я поняла, и меня. И сегодня я развивать буду этот слух, на самом деле, да, это какой-то миф, это бред. Потому что тиктокерам, к популярным тиктокерам, даже не очень популярным тиктокерам, иногда стучатся даже бренды очень популярные, иногда какие-то популярные звезды, иногда непопулярные люди хотят, например, купить триктокеры. рекламу трека, когда ты просто снимаешь видео под трек какой-то, со стороны это даже не выглядит как реклама, ты бы никогда в жизни не думал, что это реально реклама, а это реклама, из-за нее были проплачены Ну, продаклайсмент называется. Да, поэтому это, нет, тиктокер зарабатывают, и нормально. Ну, я про тебя, конкретно про тебя сейчас спросил, прилетали ли интеграции, зарабатывали что-нибудь с тиктока ты вот за этот год? Конечно. И это нормалек, да, то есть? Хорошо. Слушай, скажи, я вот просто пару слов хочу про этот момент упомянуть, да, не хочется далеко в это уходить, сейчас покажу эту штуку, она есть на ютюбе. Камерон Хонки, Ава Луиза, чтобы доказать штуку COVID-19 для бедных, пользователи приложения сразу же просит... Облизывали унитаз? И подражателей оказался блогер по имени Варс. Я не видела. Ты впервые об этом слышишь? То есть, эта штучка, которая называется челлендж, во всем мире полетели самые крутые тиктокеры облизывать вот этот вот ободок, как это называется? Унитаза, да? Да, да, чтобы доказать, что никакого ковиди, там ничего нету, никакого вируса. И один из них же самый известный, американец, по-моему, он или с Австралии, он же через две недели заболел, да. Ну, вроде жив, остался молодой парень, 19 лет ему. Такое я не видела. Девочка известная, тиктокер, я не помню, откуда она с Англией или откуда она, в самолете прямо вот этот ободок, ну, то есть, ну, вот такой ужас. Ну, это бредовые тиктоки, конечно, такие, чем бредовые видео, тем оно лучше заходит. Кому интересны только просмотры, кто не заботится о своем здоровье, каких-то моральных вообще принципах, почему мы нет? Ну, это Саша Кварц. Кому тоже есть место выйти, почему нет? То есть, ну, кто-то так не может сделать, но я бы так не смогла. То есть, любой челлендж, любая история, да, особенно подростки, они впитывают это как губка. То есть, там, пройти по карнизу какого-то высотки, да, там, или на мост, ну, мост пройти по этому самому, по бордюру, там, или как, не бордюра, а этот. То есть, риск для жизни, как ты к этому относишься, когда реально люди воспринимают это вообще за самый хайповый челлендж и начинают это повторять? Ты поешь, это хорошо, а вот когда рискуют жизнь? Я признаюсь честно, я такие же видосы сама смотрю. Но эти подписчики, которые набрали люди, которые вот руферы, там, какие-то еще экстримальщики, да, это не значит, что все подписчики пойдут то же самое делать. У людей сейчас есть мозг, вот это я заметила, это меня очень радует. А те, кто повторяет, мне кажется, ну, просто такие тоже должны быть. Есть люди просто экстремальные, есть не экстремальные. Я бы, вот, я смотрю, я смотрю таких блогеров, которые прыгают, там, по крышам, ходят, там, всякие такие заброшенные места. Я просто это не повторяю, потому что я так не могу. Слушай, у меня уже перед Блиц-опросом еще такой любимая тема, это Евровидение, я чуть-чуть о ней поговорю. Смотрела ли ты хоть раз в своей жизни Евровидение? Мечтала ли ты туда попасть? Есть ли у тебя желание на сегодняшний день? И вообще, как ты относишься к этому конкурсу? Конечно, смотрела Евровидение, мы с моими родителями каждый год, мне кажется, смотрим. Вот, я никогда не мечтала попасть, потому что как-то вот конкурсы все-таки это не мое, особенно песенные конкурсы. Как-то я думала об этом, если честно, хотела, наверное, ну, скорее всего, хотела бы попробовать, наверное, да, но точно не в ближайшем будущем пока что. Ну, у нас есть общая подруга с тобой, Зина, да, Куприанович Зина, и как бы, я считаю, что девочка очень достойна. Я считаю, да. Выступила. Она молодец, она очень крутая. В 16 лет представляет страну, и на таком уровне это очень круто. Итак, Вероника, смотри, сейчас Блиц-опрос. Ты можешь отвечать коротко, можешь развернуто, главное, чтобы честно. Ок. Погнали. Дуэт, ну, Фед, с Бузовой или с Клавой Кока? С Бузовой. Почему? Потому что Бузова мне очень нравится. Клава Кока тоже очень нравится, и Бузова тоже все. Как думаешь, в ближайшие пять лет, кто будет площадкой номер один в мире, Ютуб или ТикТок? ТикТок. Скрипт Анит или Маргенштерн? Маргенштерн. Почему? Потому что я по его песни везде хожу, флекшю с друзьями тут свои, вообще, нам нравится он. Как тебе вообще эта история, что он из блогера стал вот таким известным музыкантом, рэпером и так далее, хип-хоп? А почему? Обычно стандартная история, мне кажется, сейчас. Оцени свои вокальные данные по десятибалльной системе. Восемь. Лучшая певица всех времен и народов для тебя. Нравится мне очень Хьюстон из русских Гагарина. Три качества, которыми должен обладать твой парень или настоящий мужчина. Три качества основных для тебя. Он должен быть щедрый, он должен быть заботливый, и он должен быть... Огласитесь на список. Он должен быть просто, да. Нужно ли попробовать в жизни все? В пределах разумного, да. Чтобы башню там срывать, нет. Три самых трушных тиктокера для тебя? Дина Саева. Владу Ктор. И Вероника Золотова. Владу Ктор, потому что твой друг Вероника Золотова передо мною, рядом с каждым, да, и понятно. Единственного человека ты назвала девушкой. Самый большой кэш, который прилетал тебе в тиктоке или в инсте одним платежом? Самый большой кэш, который прилетал тебе в тиктоке или в инсте, проживание для тебя, Лондон или Нью-Йорк? Если бы, ну, выбирать. Нью-Йорк. Последний вопрос. Встретившись с Богом, что ты ему скажешь? Спасибо. Спасибо. С нами была Вероника Золотова. Вероничка, а мы сейчас с тобой экспромтом, вот ты мне покажешь, как снимается это чудо тиктока, и я попробую за тобой повторить. Окей? Окей. Погнали, погнали, погнали. Давай. Что делать? Смотри. Сейчас стоишь правой ножкой. Оп. И туда. Как компенсивно. Я не знаю, я не умею так цевать. Смотри. То есть ты к пяточке. Вот эту ногу. Туда. Вот так. Потом, да. То есть раз, потом обратно и туда. Я так, у меня все равно не получится. Давай, ты подолзуешь, я просто попробую за тобой. Что-то попробую. А смотри, ты можешь сделать так. Ты ловерилаки. Ты-ты-ты. Просто. Смотри, я так делаю. Раз, два, три, четыре. Ну, ногами я точно так не повторю. Сонар. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ты ловерилак. Ты-ты-ты-ты-ты. У меня все равно так не получится. Ух. Итак, ребята, сейчас самое интересное. Промо-код. Не забываем ставить пальчик вверх. Подписываемся на наш канал на YouTube, побуяним. На Instagram, TikTok. Вероники Золотовой. Ну и на скромный мой. И вопрос от Вероники. Итак, вопрос. Какого цвета глаза у моей Бориски? Бориска это кто? Ну вот пусть узнают. Победитель или победительница у нас получает что? Мы встретимся прямо с тобой. У нас в городе. И снимем с тобой 100 миллионов TikTok. Валдеть. Это суперприз. За него стоит побороться. Ребята, это было шоу по буяним. С вами был Андрей Буяльский. Гостях у меня была сегодня звездочка. Тиктокер, Instagram блогер, певица Вероника Золотова. Скоро увидимся на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. И версия без цензуры на нашем YouTube канале Побуяним. До скорого. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok